На Челябинский вокзал подкинули две бомбы. Милиция и охрана пропустили человека с сумками и не заметили, что один из баулов 40 минут пролежал под лавкой. Нежданная проверка, которую устроили власти и силовики, подтвердила, на транспортных объектах небезопасно. Как человеку, обвешанному оружием, удалось целый час ходить между пассажиров и не вызвать подозрений, узнавала Ксения Шумина. Об этом визите на вокзал никто не предупреждал. Еще до приезда сюда Давыдова, Грачева и главы УФСБ Старицына здесь побывал человек с двумя сумками в руках. Чтобы узнать, куда они делись, гости поднялись в комнату мониторинга. Дежурный рассказал, на вокзале 77 камер. Правда, следят за ними всего двое операторов. Дело в том, что у нас два монитора, мы следим за исправностью, видеосигналы проверяем, исправность архива, который приходит. Как двум людям уследить за целым вокзалом, где абсолютно все ходят с сумками? Вот несколько минут назад в округе произошла докладка. Вы ее не видели, потому что человеческих факторов здесь было очень много. В итоге выяснилось, подозрительный предмет оказался в камере хранения. Второй баул обнаружили в здании пригородного вокзала. Он спокойно пролежал под скамейкой 40 минут. Этот укромный уголок вообще не просматривается камерами наблюдения. Тут же рядом ходил и сам подставной террорист, причем с муляжом Макарова под курткой. Если тут не будет стоять металлодетектора, то пройти может достаточно почти каждый. Вы просто прошли, что у вас не осталось? Нет, конечно, абсолютно. То есть, походил указ, поднялся наверх, посидел, спустился, нашел место, поставил. Если бы все это было не отрепетированными учениями с участием актеров о реальной террористической операции, то нет сомнений, хэппи-энда бы не случилось. Наша главная задача обеспечить безопасность населения в данном случае. Мы, во всяком случае, используем все наши возможности, все наши ресурсы для ее решения. К сожалению, иногда неквалифицированно действуют те сотрудники, которым вменено в прямые обязанности предупреждение и локализация предпосылок, либо самого, собственно, совершения террористического акта. Ни металлодетекторов, ни кинологов, ни должного внимания охраны. Все это говорит об одном. Чувствовать себя в безопасности пассажиры вокзала не могут, пока им стоит надеяться на собственную бдительность. Террористы сегодня победили. Люди зашли свободно в здание, занесли сумки. На вокзале, там вообще ситуация анекдотичная, сумку оставили, она какое-то время стояла, подошел милиционер, забрал ее, куда-то унес. Если там бомба настоящая, она бы взорвалась просто-напросто. Я уверен, что руководители вот этих вот структур, где мы сегодня побывали, они будут приглашены на заседание антитеррористической комиссии и понесут наказание, ответственность за разгильдяйство. Слабую организацию. Ну просто, надо прямо говорить, разгильдяйство плюс расхлябанность. В марте состоится заседание антитеррористической комиссии при губернаторе. Уже ясно, что комплекс мер, принятых в Челябинской области, придется основательно дорабатывать. Сегодняшний эпизод только начало большой общей проверки. Псевдотеррористов будут засылать на все режимные объекты города. Если им удастся беспрепятственно проникнуть на территорию, с должностных лиц будут спрашивать по всей строгости.